Не секрет, что часть так называемых евроичкирийцев в 2014-м воевала на Донбассе, на стороне украинской армии. Одним из таких подразделений стал добровольческий, так называемый батальон имени Шейха Мансура, названный в честь чеченского народного героя, легендарного лидера горцев, конца 18-го столетия. Создано было подразделение в Дании в 2014-м, из живущих в Западной Европе бывших ополченцев. Стало вторым чеченским подразделением, воевавшим за ВСУ на Донбассе, после батальона имени Джахара Дудаева. Командир, ныне ликвидированный Исамунаев, приняло участие осенью того же года в боях в районе Мариуполя, за селу Широкино. Командование батальоном имени Шейха Мансура взял на себя полевой командир, муслим Чеберлоевский. Себя называют убежденным сторонником пути Джахара Дудаева, то есть, к примеру, выступает против ваххабитов и Эмирата Кавказ. Как говорит сам муслим, воевать он начал сразу после службы в советской армии, и ничего кроме войны в жизни толком не знал. Принимал участие в боевых действиях на стороне Ичкерии, еще с 1992-го, сперва против анти-дудаевской оппозиции, затем против федералов. Воевал, как говорит, на равнине, со стрелковым оружием, передвигаясь на ликовом автомобиле. И да, Чеберлоевский это не настоящая фамилия. Это псевдоним взяты от названия горного чеченского тукхума, племени, Чеберлой, которому принадлежит муслим. Настоящих фамилий муслим не называет. По собственным словам, муслим Чеберлоевский окончательно Чечню покинул в 2007-м, забрав с собой всю семью. В Украину попал незаконно, перейдя границу в 2014-м. Как отмечают наблюдатели, воевал батальон Чеберлоевского, что уж говорит, довольно успешно. Отличался завидным боевым духом. Тоже широкие наполченцы вынуждены были сдать ВСУ. В 2019-м батальон имени шейха Мансура, по сути, прекратил свое существование, как боевая единица. Организованно сдал почти все свое вооружение украинским силовикам. Но зато получил в Украине для своих боевиков статус участников боевых действий. Батальон пока еще остается на своей базе, недалеко от линии соприкосновения с ДНР. Однако сейчас муслим весьма обеспокоен. Например, тем, что бойцов батальона украинской власти потихонечку лишают статуса участников боевых действий. А иных тайны даже выдают России по запросам ФСБ. Я уже неоднократно пытался донести эту информацию до украинских депутатов. На личных встречах, говорит в интервью муслим. Но все бесполезно. Хотя и говорят о поддержке тем временем, мои люди продолжают пропадать. Ожидаемо, что такую политику ведет сам нынешний президент Украины Зеленский, надеющийся хоть чуть-чуть улучшить отношения с Россией. Кроме того, сам муслим и несколько его подчиненных получили от Зеленского персональные санкции. Например, им установлен запрет на инвестиции и проведение банковских операций в Украине. Такой же запрет, кстати, распространен в Украине в отношении криминальных авторитетов и командиров народного ополчения ДНР. Не исключена в будущем и выдача самого Чеберлоевского, правоохранителем России. Таким вот образом Украина отблагодарила бойцов Ичкирийского батальона за участие на своей стране.